Недавно в Бейруте прошли события, о котором я написал и опубликовал в социальных сетях. Но так как в ютюбе у антитопора подписчиков больше, чем вконтакте, сайте и на фейсбуке, то полагаю нужно этот материал озвучить еще и здесь, а затем перейдем ко второй части о том, что происходит в Армении, кажущей со стороны спектаклем с названием «Как Воваевич поссорился с Каляевичем». На первый взгляд в России почему-то считают именно так. Но, как я уже говорил, давайте сначала о Бейруте, потом перейдем к Армении, потому что одно непосредственно связано с другим, и вы узнаете почему. Итак, зачитываю. В Османской империи людей неосманского происхождения, иностранцев, называли ябанджи. Некоторые из этих ябанджи оказывали услугу османов, распространяя, как бы сейчас сказали, фейковую информацию за рубежом за определенную плату. Это были уже ярдом джи, помощники. А у этих ярдом джи были уже свои помощники, которые листовками и газетами дальше распространяли фейковые новости, не подозревая, что это фейки. Это были я-я, обычные малообразованные люди, которые за копейки распространяли дезу, полученную от прасманских ярдом джи. Называли таких малообразованных людей или простолюдин я-я неспроста. Оно образовалось от первых двух я, ябанджи и ярдом джи, и укоренилось в виде я-я, учитывая, что на турецком языке я-я означает пешком. Иначе говоря, мальчик на побегушках с фейковой новостью. Турки сохранили свою методику распространения фейковых новостей и поделились опытом с азербайджанцами. И в наши дни имеются за пределами Турции и Азербайджана среди я-банджи, ярдом джи и я-я. В информационной войне это актуально, тем более, что я-я платить уже не нужно. Они сами подхватывают фейковую новость и распространяют. Ведь уровень образованности у людей нисколько не проагрессирует, а напротив, с приходом интернета, только регрессирует. Ведь не все могут правильно им пользоваться интернетом. На этой неделе в азербайджанских и турецких СМИ, в частности, в соцсетях, прокатилась информация, что, дескать, в Ливане прошли массовые акции протеста против телеведущего армянского происхождения, журналиста ливанского телевидения Аль-Джадид Нишана Дер-Арутюняна. Ливанцы вышли на улицы Бейрута, атаковали телекомпанию, требовали устранить от деятельности Дер-Арутюняна. Также в Бейруте якобы были нападения на армян с применением огнестрельного оружия. Азературецкие сети смаковали события, пересылая одно и то же фото и один и тот же видеокадр в несколько секунд. И тут подключились те самые я-я-армяне, для кого и предназначалась эта новость. С не меньшим смаком армянские соцсети начали публиковать материал, выданный азературками, и по-своему интерпретировать события, делая статейку более прагматичнее, более жестче, более пикантнее. Разумеется, как полагается в таких случаях, появляются комментарии узкомыслящих я-я, плохо образованных и неряшливых в мыслях и делах, пишущих «нечего делать в этой грязной стране армянам». «Уезжайте оттуда во Францию или США». Причем комментарии подавались так, что я-я-армяне даже не поняли, как и Армению своими словами представили на суд в виде грязной и вонючей. Иначе как понимать, что эти я-я-армяне не предложили в качестве альтернативы Армению ливанским армянам? Почему США и Франция? Но да бог с ними, на то они и я-я-армяне. Так что же произошло на самом деле? Телеведущий Дер Аручинян не просто телеведущий. Он известный журналист с большим стажем работы самого популярного и светского ливанского телеканала «Аль-Жадид». В одной из своих программ во время интервью с одним из политиков в студию поступали звонки с вопросами от зрителей. Один из них адресовал вопрос не гостю студию, как полагается, а телеведущему, назвав его иностранцем, не ливанцем, оправдывая геноцид армян, угрожая армянской общине. Нишандер Аручинян, рожденный в Ливане, отозвался в ответ, сказал, что никакой он не ли иностранец, что родился в Ливане и готов поспорить, кто больше ливанец – он или звонящий. А вдогонку сказал пару нелестных слов об Османской империи, их деяниях и Эрдогане. Этого было достаточно, чтобы привести задуманное в действие. Буквально на следующий день около ста человек вышли на митинг и направились с турецкими и ливанскими флагами в сторону телецентра, где толпу успешно разогнала полиция. Первое, чего долго не клеилось, так это то, что эти ливанцы, заступившиеся за Османов и Эрдогана, кто они такие? Ведь никому объяснять-то не нужно, что сами ливанцы пострадали от турок в османские годы, а кто бывал в Ливане, не дадут соврать, что местное население, мягко говоря, нехорошо относится к туркам. Но все просто. Большая часть митингующих состояла из ливанских туркоманов и двух-трех ливанских арабов-членов некоммерческой организации «Ливано-Турецкой дружбы», куда входит и юрист Амухаммед Зияд Джаафил, подавший иск против Нишана Тер-Арутюняна. Замечу, что ливанские туркоманы, проживающие на севере страны, в Аккаре и Трапсушмане, не первый раз становятся центром внимания, защищая интересы Эрдогана в Ливане. Например, 31 августа прошлого 2019 года туркоманы Ливана выступили с акцией протеста против заявления, сделанного президентом Ливана Мишелем Ауном в адрес Османской империи. Мишель Аун заявил, «Государственный террор османов в годы Первой мировой войны в отношении ливанцев, их угнетение и созданный голод стали причиной сотни тысяч жертв с разгромом османов по окончании Первой мировой войны и началом распространения французского влияния в нашей истории началась новая эра». Конец цитаты. Заявление ливанского лидера вызвало широкий резонанс в турецкой медийной сфере и социальных сетях, после чего с митингами вышли туркоманы. Заметьте, точь-в-точь, как и на этот раз. Однако, как бы ни ликовала азеро-турецкая братья, провокация со стороны туркоманов не прошла. Их остановили и после получасового митинга разогнали в Освояси. Именно поэтому о событиях с Аль-Жадидом не писали арабские источники, и никто из моих ливанских друзей и коллег не знал о происшедшем. Их все больше распространяли только турецкие и азербайджанские источники. Ну и армянские я-я. Некоторые из которых стали писать нелицеприятные вещи о Ливане и ливанцах, и чьи скрины становились новым постом азербайджанских соцсетей. В заключение хочу обратиться ко всем тем, кто посчитал, что администраторы «Антитопора» грубо обошлись с некоторыми из подписчиков. Скажу за себя, не за администраторов. Я, Вадим Арутюнов, профессиональный журналист со стажем и два десятка лет на информационном поле. Спосчитаю вас, я-я, армян, дураками и дурами, отдавая полностью отчет своим словам. Подавшись на провокации, исходя из своей малограмотности и недальдовидности, вы не только стали героями дня соцсетей для дальнейшего импорта ваших слов ливанцам, но и оскорбили армянский народ своими тугоголовыми действиями. Наш ресурс был первым несколько лет назад, который опроверг слухи о Кесаби, где якобы режут армян. Наш ресурс и теперь опровергает все то, что писалось о ливанцах и ливане в азеротурецких сетях, в том виде, каком они это подавали. И мы сожалеем, что среди нашего народа есть тугоголовые, которые нелестно отозвались о ливанцах из-за провокации туркоманов. Мы не только очень сожалеем об этом, но и помним, что ливан был первой ближневосточной страной, тогда еще регионом, который принял армянских беженцев в 15-16 годах прошлого столетия, рискуя жизнями своих граждан. Ливан был первой ближневосточной страной, которую признал геннадист армян. Ливан был первой страной, где армян наделили всеми полномочиями, вплоть до фракции в ливанском парламенте, представители которого становились главами государства. Ливан был первой страной, которая предоставила армянам тренировочные базы в долине Бекаа, где родились великие сыны армянского народа и народные мстители, среди которых Монте Мелканян. Ливан был первой ближневосточной страной, где армянам было позволено иметь свои кварталы и населенные пункты, десятки газет, журналов и столько же школ на родном языке. Мы были и остаемся благодарными дружественному ливанскому народу. Вадим Арутюнов. Конец цитаты. Что ж, я немного напомнил о том, что было, а о я-я армянах хочу продолжить, потому что действия происходят на территории Армении сегодня. Итак, начнем. Хочу сказать, Армения находится в состоянии информационной войны. Помимо Турции, Азербайджана и тех стран, которым не нравятся демократические преобразования в Армении, еще и сами армяне подкидывают дровишки, благодаря своей вот этой вот, о чем я зачитал. На самом деле им абсолютно все равно на все эти информационные войны или обычные войны и вообще, по сути, на свой народ. Они жаждут власти, жаждут денег. Причем я не хочу никого оправдывать. Я помню те времена, когда некоторые из оппозиции республиканской партии или вовсе противники прежнего президента доводили свой маразм так, что и тем же азербайджанцам не нужно было напрягаться и чего-то сочинять. Они ездили в Баку или на нейтральной территории, в Тбилиси встречались с азербайджанскими журналистами и общественными деятелями и стучали им о происходящем и даже не происходящем в своей стране об Армении. Из-за своей ненависти к Сарксяну готовы были душу собственную дьяволу продать. Теперь нет Сарксяна. Поменялась и оппозиция. Те, что были у власти, стали оппозиционерами. Казалось бы, сам народ выбирал лидера страны. Теперь сам народ привел его к власти. Но вчерашние власти-мущие, которые жаловались на оппозиционеров-стукачей, сами стали таковыми. И даже хуже. Вот, к примеру, получил я такую информацию ровно за неделю до царукьяновских выступлений. Подконтрольные бывшим властям СМИ получили указание писать, что семья Пашиняна якобы приобретает недвижимость в западных странах. В частности, будут публикации о покупке жилья в Канаде, гостиницы в Тюрихе и так далее, рассказал источник «Собака Баграмян-26» в кругах бывшей власти. Чтобы создать фон правдоподобности, они покажут созданные с помощью фотошопа документы о покупке недвижимости. Эта информационная атака усилится в конце недели. За атакой стоят миллиардер Гагик Царукян, уволенный глава СНБ Артур Ванитян и зять Сержа Сарксяна Микаэл Минасян. Хочу сказать, что этот текст я получил за неделю до того, что случилось с Царукяном сегодня. За неделю. Не за неделю до сегодняшнего дня, посмотрите на число, а за неделю до того, что там произошло. Говорю вам честно. Как вам такое вообще? Вот скажите, вам не стыдно? Неужели вы армянский народ, прошедший тысячелетия и имеющий выдержку, как самое дорогое вино считаете людей за идиотов? Что есть такого в Армении, чего можно было бы продать, чтобы уже за два года обеспечить себя благами за рубежом? Когда вы перестанете свои амбиции бросать к ногам врагу, который наблюдает за всем этим, пересаливает, перчит и подает в другом свете? Ясное дело, что Азербайджану не понять, что такое демократия и что в стране могут быть взаимные внутриполитические разборки, когда один судачит о другом. В Азербайджане также не понимают, как может правительство быть отделенным от СМИ, что в Армении 90% СМИ принадлежит прежним правителям. Баку о таком только мог бы мечтать, чтобы их СМИ писало все, что хочет, не согласовывая с правительством. Да и Алиев не позволит таких вольных трактовок, учитывая, что даже за историческими картами Алиев следит, чтобы, не дай бог, не проскользнула рядом где-нибудь Армения. Это все понятно. И это хорошо, что армяне идут своим демократическим путем вперед и не собираются подчиниться какому-либо клану. Но и у самих армян, кто пытается нечестными путями дискредитировать власть, совесть-то должна быть, базар-то надо фильтровать. Вы же подставляете страну, то пытаетесь ее рассорить с соседями, чтобы взвалить на Пашиняна. Никогда не забуду случай с Ираном, когда от имени Пашиняна написали поздравление Трампу с ликвидацией Сулеймани и распространили через соцсети. Или вот недавно сосед у меня спрашивает, а Пашинян приедет в Москву на празднование Победы? Я ему отвечаю, ну, вроде как говорил, что приедет. Это еще было тогда, когда с коронавирусом было более-менее в порядке. И смотрю, сосед хмыкнул. А что такое? Спросил я у него. А он мне отвечает. Ну, так ты разве не знаешь, что его дед в СС воевал? Документы, мол, видите ли, в интернете были оцифрованы. Я, конечно, сказал ему, что это чушь, но язык не повернулся сказать, что это армянская оппозиция такую чушь сочиняет и для дураков. Это ж сколько лет нужно было хранить документ, дождаться, когда Пашинян станет премьером, замучить старую власть и только потом обнародовать. Почему вы его не обнародовали, этот документ, если таковой есть, когда по статье там какой-то сажали Пашиняна? Почему вы его сейчас только обнародовали? Он сейчас только нашелся. Кстати, о моих близких. Нет там среди них эсэсовцев? На самом деле у меня претензии к Пашиняну есть, и я их озвучил. Это отсутствие жестких мер. Если провинились ваши оппоненты перед страной в тюрьму, зачем с ними церемониться? Если на дебатах с президентом Азербайджана нужно не обороняться, а нападать, я тоже об этом сказал. И вообще вести нужно жесткую политику в отношении этой страны. Азербайджана я имею в виду. Они не понимают мягких разговоров. Но из-за того, что мне что-то в Пашиняне и его команде может не нравиться, это не значит, что я должен сочинять о них небылицы и распространять это на радость врагам. Я не министр и не премьер. Обычный маленький человек. Но и обо мне сочиняют произведения и выкладывают в сеть. И армяне сочиняют, и азербайджанцы сочиняют. Поэтому я хорошо понимаю, как тяжело приходится правительству. Но у них власть, в отличие от меня. И нужны жесткие методы противостояния ко всем тем соотечественникам, кто в угоду собственных амбиций приносит на алтарь народ Армении. Вы мерзкие существа, ей-богу. Дайте возможность доработать срок, а дальше демократическим путем попытайтесь прийти к власти. Если, конечно, этот путь демократический вам известен.